Друзья, я уже поздравляю вас с наступающими праздниками. И у меня тема проповеди сегодня – «Две чаши» или «Кто я есть?». Итак, две чаши, они уже здесь. Достоин Господь всей славы и хвалы. Мы все такие разные. И одновременно все равно мы в глазах Божьих одинаковы. Итак, я прочитаю перед началом проповеди место из Библии. Лука, 18 глава, с 9 по 14 стихи. Сказал к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и унижали других, следующую притчу. Это слова Иисуса Христа. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, став вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в груди, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Итак, в этой истории, в этой притче, следующие как бы действующие лица. Фарисей, мытарь и кто еще? Кто-то там, с небес, который наблюдал, слышал и видел их молитву. Ну и, естественно, храм. Кто такой фарисей, как вы думаете? Слово фарисей означает обособленный, отделенный от чего-то, да, обособленный. И сегодня в нашем современном христианстве, а точнее в протестантизме, фарисей, слово фарисей имеет нарицательное имя, да. Мы иногда, ах ты, говорим, фарисей, вот, но не всегда так было. Фарисеи, они строго следили за исполнением закона Божьего, чтобы закон Божий, Ветхий Завет, Тора, чтобы все было в точности исполнено. Поэтому в Израиле, можно сказать, на то время фарисеи, они были элитой духовного общества всего Израиля. Поэтому не такие уже они были плохие люди, на мой взгляд. А как вы думаете? Два раза в неделю постились. Нас не заставить один раз в год. Да или нет. И фарисей, вот, если он шел в субботу и плюнул на камень, то это нормально. Но если на травку, то это работа, это грех. Полил травку. Поэтому они настолько в точности соблюдали все правила, помимо закона, различные правила и обряды. Но я скажу вам, что если бы мы с вами жили в то время, то мы бы все желали, чтобы наши дети были фарисеями. Это правда. Быть фарисеем, это престижно, это уважаемо. И понятно, потому что фарисеи всей душой стремились исполнять закон Божий или закон Моисеев. И верили, что в исполнении закона есть воля Святого Всемогущего. И, как правило, все фарисеи впоследствии становились уважаемыми учителями в Израиле. Вот Евангелие от Иоанна, 3 глава, 10 стих. Иисус отвечал и сказал ему, кто такой ему? Ты учитель Израилев и не знаешь этого? Помните, в начале, в первом стихе написано, между фарисеями был некто именем Никодим. И Христос говорит, что ты учитель Израилев. Итак, Никодим, он был фарисеем, но со стажем в жизни и времени он стал учителем, уважаемым учителем Израиля. Но, тем не менее, он не знал одну глубочайшую, я бы сказал, истину, это рождение свыше. Деяние в 5 главе написано, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Поэтому фарисеи не были плохими людьми, они были законоучителями и уважаемый всем народом. Более того, апостол Павел, он учился у ног вот этого уважаемого всем народом Гамалиила. Он учился у его ног. Это написано в Деянии в 22 главе, 3 стихом. Итак, мы определили из всего этого очень кратко, что фарисеи, в принципе, были неплохие люди. Духовная элита всего Израиля. Из них происходили уважаемые учителя, которые учили народ. И было очень ценно в глазах людей, когда в семье рождался мальчик, как апостол Павел, и его принесли, привели, и каким-то образом уговорили Гамалиила. Может быть, деньгами уговорили. Я так думаю, что не без этого. Вот, и Гамалиил, он учил Павла быть настоящим фарисеем. И как вы думаете, у Гамалиила получилось то, что Павел вышел хороший фарисей, или нет? Получилось. И теперь посмотрим, кто такой мытарь. Вы знаете, что в Израиле в то время, когда Христос был на земле, Израиль был частью Римской империи. И римляне, они не собирали сами налоги, подати, пошлины со всей своей Римской империи. Но на территории Израиля, Израиль был поделен на определенные области, и римляне, они продавали, или сдавали в аренду часть области, или область какую-то, на определенное время. И мытари, они выкупали. Вот еврей, мытарь, он выкупал за определенные, довольно солидные деньги, эту территорию. И потом собирал со своих же братьев, со своих сородичей налоги и пошлины. И естественно, он собирал чуть-чуть больше, чем положено, и часть оставлял этих денег себе. И помните историю, что Закхей захотел увидеть Иисуса, он был тоже мытарем. И он говорит, кого я обидел, воздам вчетверо. Поэтому они выкупали, как бы, на определенное время область и собирали налоги. Очень хорошая профессия. Вот, может быть, давайте в Калифорнии это сделаем. Уже сделали, до нас. С Нового года начнется, да? Tax season. И в связи с тем, что по долгу службы мытари, они должны были встречаться с римлянами, с необрезанными. И поэтому у евреев было пренебрежение, особенно у фарисеев. Как можно с необрезанными встречаться? Поэтому мытарь и грешник, оно было как бы рядом. Мытарь, грешник, это шло очень рядом. Помните, в 11 главе книги «Деяния апостолов» Петр, он через откровение от Господа пришел впервые в дом Корнилия, римского сотника, и ему проповедовал Евангелие, и там сошел Дух Святой. Когда он вернулся к своим братьям, то они, написано во втором и в третьих стихах 11 главы, упрекали, написано «обрезанные упрекали». И знаете, что они говорили? «Ты ходил к необрезанным и ел с ними». И вот для нас и вас, слово «ты ходил к необрезанным и ел с ними» – это ничего так сильно не значит. Но это у евреев такое веское обвинение, что просто служение апостола Петра после этого должна быть уже… Больше он бы не был бы служителем. Но когда все рассказали, что там произошло, это поменяло всю ситуацию. Итак, мытарь – еврей, он же равно и грешник. И естественно, что отношение у фарисеев к мытарям было очень негативным и отрицательным. В принципе, не только у фарисеев, а у всех евреев к мытарям было негативное отношение. Но, как вы знаете, что Христос, придя на землю, он совершил много разных интересных на то время действий. Одно из них – он выбрал Матфея, Левия, он же и Левий. И Матфей, он был, знаете, кем? Мытарем, сборщиком налогов. Но он оставил все и последовал за Иисусом. И более того, если вы откроете книгу Нового Завета, она начинается с книги какой? Евангелие от… Добро пожаловать! Матфей – мытарь, он же грешник, написал нам одну из Евангелий. Итак, мы знаем, кто такой фарисей, мы знаем, кто такой мытарь. Я очень кратко описал этих два персонажа. Но действие этой притчи происходило в храме. И в храме присутствовал невидимо для всех настоящий, живой наш Бог, всевидящий, всеслышащий. Аминь! Так это было или нет? Я скажу вам, что и сегодня здесь, на этом месте, есть фарисей и есть мытарь. И здесь есть, хочу провозгласить, здесь есть живой Бог, Духом Святым. И я, конечно, жал, что не слышу вашего аминь, но это как раз то подходящее время, когда сказать да и аминь, не просто аминь, а сказать да и аминь. Я верю, он здесь! Друзья, это не просто слова. Это не просто мои слова. Он здесь. Итак, пришло время обратить внимание на две чаши. Фарисей и мытарь. Кто из них фарисей, как вы думаете? Ну вот это чистенький. Кто мытарь? Это грешник этот, грязный, вымазанный. Попью-ка я воды. Не, лучше, лучше я предложу вам. Пока. Я предлагаю вам попить воды, а после вас я попью. Кто-то из зала выйдет и попьет воды. Вы сами выбирайте чашу. Вы не будете видеть, что в чашах. Я видел, я воды налил. Но вы станете здесь и попьете воды. Скажите мне, из какой чаши, правой, левой, я вам ее подам. Я не несу ответственность, если вам станет плохо, из-за того, что вы что-то выпьете здесь. Но вы видели, я налил туда воды из этой бутылочки. Ну, чтобы вы были уверены. Хорошая вода, чистая, добрая. Так из какой, кто выйдет и из какой попьет чаши? Кто выйдет и из какой попьет чаши? Нет желающих, да? Нет. Я люблю петь из грязной чаши. Ну, неприлично, конечно. Но нормально. Почему я не попил с этой чаши? Да, потому что здесь, видите, не знаю, видно вам или нет. Видно? Хоть чуть-чуть. Здесь даже червячки я нашел. Вот они плавают. Братья и сестры, мы сегодня поговорим, кто я есть. Я не буду давать определение, кто вы. Я просто буду читать Библию. Я буду указывать места из Библии. Мы посмотрим просто на все вещи. Вот то, что я сейчас вот рассказал о фарисеи и о мытаре, в принципе, все происходит сегодня в этом служении. Прямо сегодня. Пришли два человека в храм. Пришли люди куда? В храм. Чего вы пришли сюда? Разные причины. Ну, основная причина – поклониться кому? Богу. Принести Ему что? Дары из наших долларов. И попросить у Него вознести к Нему свои что? Молитвы. И евреи три раза в день молились. В девять утра, в полдень и в третий час дня. И считалось, что самая лучшая молитва – конечно, молились кто где находился. Царство Израильское было большим. И когда стрелки часов подвигались, например, к полдню, люди останавливались, искали место, чтобы помолиться живому Богу. Я иногда даже видел, когда я раньше много ездил, на тракстапах тоже некоторые стелили коврики, поворачивались лицом в определенную сторону и молились. Они тоже по времени молились. Мы, христиане, мы стали духовные, да? И мы молимся, когда мы хотим, правда? Иногда не хочется неделю и не молишься, да? Такое бывает? Не бывает. А иногда молишься чаще. Но у евреев считалось, что если ты придешь в храм, там, где завеса, там, где святой, святой святых, твои молитвы будут более услышаны. И вот есть причина, почему там у оставшейся стены от храма так много молящихся в Израиле. Вы знаете об этом? И наши братья и сестры, они были, и они старались тоже прийти к этой стене. Потому что, может быть, вот это, за этим камнем, там, святой и святых, там, реально присутствовал Бог. И поэтому там больше молящихся, чем в другом месте на территории Израиля. У храма больше молящихся. Братья и сестры, логика в этом есть. Сегодня в этом собрании больше молящихся, чем на другой территории этого города. Может быть, в других местах собираются тоже люди. В храм, в церковь. В церковь есть храм Бога живого. Аминь! И Бог служит. И сегодня я верю, когда совершались молитвы, то Бог с небес видел. У меня есть другая тема проповеди. Называется «Моя духовная жизнь». И я поставлю предметы храма, и хочу посмотреть, вот где мы находимся в нашей духовной жизни. Но сегодня кто я есть? Мы сегодня совершаем молитвы. Итак, мыдарь и грешник помолился, и Бог говорит, что вот этот грязный внешний человек ушел домой более оправданным, нежели вот этот. И где справедливость? Ведь этот чистенький все делал правильно в своей жизни, а ушел менее оправданным, нежели вот этот мытарь, грешник. Где справедливость? И правда ли, братья и сестры, дела наши, наша святость из дел наших влияет ли на качество наших молитв? Что влияет на нашу молитву, и чтобы она была услышана? Как вы думаете, что влияет? Ответьте мне. Какие-то причины дайте. Что влияет на то, чтобы твоя молитва была сегодня более услышана, нежели вчерашняя? Что влияет? Что? Искренность. Логично. Что еще? Или может быть будем, как мытарь, грешить, грешить, потом зашел в храм, помолился, ведь Христос мытаря поднял выше, нежели фарисея? Или нет? Конечно же нет. Давайте посмотрим в одном, на один эпизод одного человека. Давид жил обыкновенной своей жизнью и никогда не думал, что в одну ночь придет к нему Всевышний. Так написано в 16-м псалме, 3-м стихом. Что же произошло с Давидом? Написано, Давид так говорит, «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел». Давид говорит, «Ты пришел ко мне, проверил, испытал, искусил, ты просто взвесил меня, ты исследовал меня изнутри и ничего не нашел». Братья и сестры, Бог испытывает всех верующих. Не верующих нет, а верующих всех. Вы все в этом служении верующие? Спасибо, пару человек уже нашлось. Верующих Бог всегда испытает. «Нравится мне или вам?» Может, не нравится это, но такова его воля. Бог золото, неочищенное, непроверенное огнем на небо, не возьмет. Слышите? Поэтому Бог испытывает всех. Вот для сравнения, в Таразаконе 8 глава, если вы откроете 2-й и 3-й стихи, то там написано, что было испытание у Бога по отношению к Израилю. Написано, что Он испытал его, испытал Израиля. И будет ли Он послушен Слову Его? И там даже написано, «Ибо не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом Господнем, исходящим из Его уст». И там написано, что Бог делал, когда Он испытывал. Он смирял, томил голодом, Он питал, написано, тебя манною, чтобы показать тебе, что ты жив, не хлебом единым, но всяким Словом Господнем. А 1-й икорифянам, 3-я глава, с 11-го по 13-й стихи, написано, строит ли кто на основании, которым является Иисус Христос, и строит ли кто из золота, серебра, драгоценных камней и так далее. И написано, что будет день, когда дело каждого обнаружится в тот день, потому что огонь и испытает. Я не хочу ни пугать ни себя, ни вас, но хочу с уверенностью сказать, что будет день, когда твоя вера в живого Бога, она пройдет испытание огнем. Обязательно. И Бог решает, чем испытывать людей. Детьми, внуками, соседями, женою, мужем, ситуациями, ценой твоего здоровья и так далее, и так далее. Вот у Иова произошло так, что в один день, вот раз, и детей не стало. Всех. Тяжелое было время. Но был день, и пришел вот этот все поедающий огонь, и проверил, проверил Иова до глубины. Он был поражен проказой. И просто все, что осталось у него, это осталась возможность говорить. И он, знаете, что я сказал? Во всем этом, он стоял уже без детей, может быть, даже не стоял, а почти что лежал, без детей, без всякого нажитого богатства. Остался просто, он и жена, и пораженный проказой, и вот этими, вот гниющими губами, он начинал произносить, да будет имя Бога благословенно. Что такое? Огонь не мог выжить, выжить вот эту живую веру изнутри. Никто, мой друг, не выжит твою живую веру. Аллилуйя! Не бойся никакого огня, не бойся никаких происшествий, ничто не сможет поколебать твою живую веру. Знаете, почему? Потому что ее держит сам Бог, и твоя вера называется не твоя, а Божья вера. Посягающий на Божью веру имеет дело с живым Богом. Аминь! Поэтому, когда люди, даже молодые люди, иногда и в моем возрасте люди колеблются, и вступают в грех и говорят, я потерял веру. Грех стал сильнее моей веры внутри меня. Это неправда. Ничто не может быть сильнее живого Бога. Аминь! Вы слышите? Мы имеем внутри нас Божью веру. И в книге Откровения к одной церкви Бог говорит, ты сохранил веру мою. Он даже не назвал, что вы сохранили вашу веру в меня. Он говорит, ты сохранил веру мою. Итак, ты испытал меня, говорит Давид, посетил меня, искусил меня и ничего не нашел. Бог искал, что в его сердце? Грехи? Он бы их нашел там или нет? Сто процентов бы я нашел. Так что же искал Бог, когда пришел, проверил, исследовал сердце Давида и ничего не нашел? Что он там искал? Веру? Плода, то есть дел. Нет, не это он там нашел. в этом же стихе есть и ответ. И вот, что обнаружил Бог в сердце Давида. Давид говорит, ты пришел, ты испытал меня, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашел, от мыслей моих не отступают уста мои. Он говорит, знаешь, Бог пришел, друзья, он пришел ко мне ночью, испытал меня, и он обнаружил, что от мыслей моих не отступают уста мои. Поясните мне, пожалуйста, что это значит? Поясни, скажите мне, пожалуйста, что это значит? От мыслей моих не отступают уста мои. Что это значит? Искренность. Никак веровал, а от мыслей моих не отступал. Что думал, то и говорил. И вы это так делаете всегда? Уверен, что вы это так не делаете. Ну, представим только, что сейчас мне стало известно все мысли ваши в этом зале. Вот я посмотрел на голову Николая, и я вижу его мысли. Он все раскрыто. Я посмотрел туда, вот на ту последнюю скамеечку, и ваши мысли мне открыты. Ой, я так бы, ой, как бы мне было бы забавно. Я бы такого насмотрелся бы. А представьте себе, если бы мужу было известно мысли его жены, или жены мужа. Вот жена с мужем поехали на отдых, вот на этом круизе плавает, да, лайнере. Вот жена идет, шух, на голову мужа. А у него там мыслей, а поводов для мыслей-то есть. Слава Богу, что Бог скрыл это от нас. От него, от него наши головы скрыты, а он там на небесах знает, видит наши мысли или нет. Посмотрите на свои две ладони. Пожалуйста, посмотрите. А теперь их сложите вот так вместе. Итак, вот это мысли, а вот это уста. И вы их сложили, и видите, что ничего лишнего, да? Ничего не выступает, все одинаково. Вот это и есть то, что Бог обнаружил в сердце Давида. Он увидел, что он в мыслях и в словах одинаков. В мыслях и в словах одинаков. Братья и сестры, не смущайтесь от людей, которые высказывают вам или мне слова или свои мысли, даже если они нам не нравятся. Они, во всяком случае, не лукавят с нами, не лицемерят. Они не лгут, они не говорят одно в глаза, а за глаза другое. Они каковы в мыслях, таковы и в словах. Говорят, женщина любит чем? Ушами. А мужчина любит желудком. Ну, эгоист. Вот все мужчины любят, чтобы жена ему говорила, ты герой, ты такой сильный. Он так, знаете, в грудь поднимается, живот вот уходит туда. И чем больше жена таких слов, вот. А когда муж говорит, конечно, она может быть такой вот, ну, метр, метр на метр, вот. И, а ты такая принцесса, она, вот, вся довольная. Я обожаю тебя. И хорошо, когда это в мыслях и на устах совпадает. Но иногда, ведь так происходит, вот, все вроде бы хорошо, а потом смотришь, уже и старший пастор вмешивается в семью, да, уже ему надо снова убедить, видеть, что она самая красивая, самая лучшая. Но не эта тема сегодня. Итак, Библия говорит, даже утверждает, притчи, 23 глава, 7 стих, потому, потому что, каковы мысли в душе человека, таков и он. Мы обычно ценим, когда человек в словах и в делах одинаков, да, он сказал, сказали, он это сделал. Трамп наш сказал, Трамп наш сделал, наш Зеленский сказал, он так и сделал. Вот, но у Бога, знаете, что, человек познается даже не по словам, даже и не по делам, хотя и дела играют огромнейшую роль, но Бог говорит, каковы мысли твои, такой ты в словах, такой ты в делах, даже если дела твои противоречат твоим мыслях, Бог говорит, я тебя считаю именно таким, каковы твои мысли в твоей голове. Вот Николай, он любит мне говорить хорошие слова, аминь. Ну, кто знает Николай, что у тебя там в голове, обо мне. Классный человек, не так много в этом зале, кому могу я так вот поговорить при всех вас, обо мне и о нем. Но в самом деле, мы бываем красивы в словах, мы даже бываем уважаемы в делах, но каковы твои мысли наедине с собой, наедине с другими, может ты, обнимая свою жену, идешь в городе, а каковы мысли твои, когда кругом другие женщины менее одеты, чем твоя. И много других обстоятельств, можно примеров нарисовать, каковы мысли. И Бог в этот момент, Он говорит, каковы мысли твои, таков и ты. Послушайте, в этом собрании все люди, которые здесь, каковы сейчас ваши мысли, вот таковы вы и есть в глазах всемогущего Бога. Я не буду судить вас, потому что я не имею на это права, и я не знаю мыслей ваши, но Он знает. Прямо сейчас Бог знает, что творится в твоей голове. Он знает. Он знает, с чем ты пришел, что накопил и что принес сегодня в это собрание. И возможно есть ответы, почему молитвы холодные, почему может быть твое пение слабым, поклонение твое такое формальное, может быть есть ответы, потому что пришел, а в голове много-много всего. Вы не обижаетесь на меня? Обижайтесь, я крепкий орешек. И так, каковы мысли, таков и ты. Пришел фарисей и молился, и он представлял Богу хорошие слова и даже хорошие дела свои. Но пришел мытарь и тоже молился, и у него не было, что представить пред Богом из своих дел, поэтому слова его были очень коротки. Вы знаете, вообще чудом то, что мытарь пришел туда помолиться. Кто-то внутри заговорил, убедил его в его эмоциях, иди, молись, иди в храм и молись. Кто-то убедил, и знаете, кто это? Святой Дух Божий. Так как же нам, братья и сестры, как же нам, живя в это время, я начинаю сокращать проповедь, и прихожу просто к завершению. Как же нам в наше время быть в мыслях и в словах, и в делах, и в жизни во всей одинаковыми? Апостол Павел, 5 глава, 1 послание Фессалоникийцам, он говорит, 23 стихом, Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, и ваш Дух, душа и тело, во всей целости, без порока, да сохранится в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, я благодарю живого Бога за Духа Святого, данного нам. Это одна, единственная личность, силой которого он может сохранить и мысли твои, и поведение твое, и жизнь нашу, он один, обращайтесь к нему, он обитает внутри нас, он внутри каждого из вас, Аллилуйя, поэтому пусть вот этот, вот эта нежная в эмоциях личность Духа Святого, которого нельзя оскорблять, нельзя, апостол Павел говорит, не оскорбляйте, не оскорбляйте Духа Святого, пусть эта святая нежная божественная личность, обитающая внутри нас, возьмет силу и власть над нами и немощное в нас сделает сильным, немощное в нас сделает сильным, я верю, там, где заканчивается моя сила, начинается сила, Духа Святого, там, где заканчиваются мои возможности, начинаются возможности живого Бога, поэтому смотрите на Библию, черпайте отсюда источник силы для изменения в своей жизни, и когда-то пророк воскликнул и сказал, и не воинством, и не силой, но Духом Моим говорит Господь, не воинством и не силою человеческой, никакими другими нашими возможностями, но силой Духа Святого, исполняйтесь Духом Святым, исполняйтесь этой силой, слышите церковь? Я чувствую, как вы закрыли свое сердце сейчас, откройте его больше, откройте его больше, к концу этого служения, мы сейчас будем молиться, снова две чаши, мы будем молиться, и каждый из нас что-то представляет, но я верю в силу всемогущего Духа Святого. Заканчивая проповедь, я расскажу один пример, я очень его сокращаю, это реальный пример из реальной жизни людей. Пара прожила в браке более 15 лет, и уже были довольно взрослые дети, и в один день, ну знаете, как в браке, романтика иногда исчезает, а жить-то надо, а некоторые решили, когда романтика исчезла, то и жить уже нет смысла со своей супругой, поэтому этот человек, знаете, накапливалось, накапливалось, и он считал, считал ее, свою супругу, что они ходили в церковь, это современная история, и он считал, что не стоит уже оставшиеся годы тратить на этого человека, я и так уже отдал много чего, и он уходит к другой женщине. Его поступок, естественно, никто не одобрил в церкви, поэтому церковь стала автоматически плохой, родственники тоже не одобряли, и родственники стали плохими, друзья, которые были у него, вразумляли его, как могли, но он, и вы не на моей стороне, вы не можете меня понять, он объяснял причины своего поведения, вы думаете, нет причин такого поведения, эти люди расскажут вам, очень веские причины, и так он живет уже с новой своей женщиной. И однажды он поехал, а он живет, живет, и вдруг, вдруг его голову посетил вопрос, что я делаю не так? Это сильно мучило его, и однажды он заехал закупаться в магазин, нагрузили они, он хорошо зарабатывал, нагрузили в большую тачку еды, и вдруг четко Бог проговорил к нему одним словом, беги! Он оглянулся, рядом эта женщина, куда бежать? Беги! Он проигнорировал, сели в машину, заехал домой, жена, женщина это режет салат, и снова он сидит так на кухне, все между ними вроде хорошо, и вдруг внутри он слышит вот этот голос, беги! Он он весь, жена заметила вот это второе, что он весь никакой, он у него, все хорошо? Да, все хорошо, слушай, мне надо выйти, ну, знаете, как мы мужчины иногда боимся так все сказать, как есть, мне надо выйти, а, хорошо, он взял одежду, телефон, ну, этот еще ноутбук, и этот голос звучит, беги! и он убежал, выбежал, и через настоящий день он звонит, знаешь, я ушел, мы не можем так жить, я все делал неправильно, и он вернулся к своей жене, потому что они были в разводе, их буквально за один день, что это не бывает, они пришли в ЗАГС и говорят, мы хотим снова расписаться, ну, вам надо время подумать, какое время думать, все, что было до этого, все было неправильно, прямо сейчас, или же тут, что в нарушении каких-то там всех норм, расписали, и они снова муж с женой, и так он вернулся в семью, но знаете, из чего все начиналось, почему этот процесс произошел возвращение, потому что жена в один день написала пастору одному имейл, и говорит, моему мужу 40 лет, он нашел вторую женщину, он уходит к ней, такого-то числа наш развод, вот, присоединитесь поддержать нас в молитве, но я верю, что у него стало каменным сердцем, а живой Бог может вытащить каменное сердце и вложить туда плотяное, поддержите меня в молитве, вот это произошло, молитвами Бог вытащил каменное сердце и вложил туда плотяное, и сейчас это время, когда я и ты мы можем стать, и Бог в эту грязную чашу может капнуть каплю драгоценной своей крови Иисуса Христа и все прошлое мое и твое может быть навсегда уничтожено и будущее Бог благословит и настоящее восстановлено, Аллилуйя поэтому дорогие друзья Бог может и хочет действовать силой Духа Святого открой свое сердце и сейчас когда станешь перед ним в молитве мое огромное пожелание и для себя и для вас да услышит нас Господь да услышит нас Господь и никогда и никогда не позволяйте быть в мыслях ужасным человеком а в словах добрым будьте одинаковы каждый раз завтра утром проснетесь посмотрите на свои ладони это мои мысли это мои слова и дела и сложите их действительно ли они одинаковы во всех людей они должны быть одинаковы ладоши так пусть будут и наши мысли похожими а сейчас время стать войти в храм и стать перед живым Богом или давайте лучше не будем молиться и на так разойдемся или помолимся и как войдем в храм каким ты и я войду сейчас в эту молитву с каким сердцем с какой душой прошу вас здесь здесь Господь сейчас прошу вас станьте перед ним станьте перед ним омытые кровью агнца если у тебя есть дерзновение поднять руку и славить его славь если у тебя есть что-то сказать наедине выйди и скажи если тебе хочется просто излить душу свою стань здесь на колени но ты перед живым Богом сейчас халлилуйя халлилуйя год заканчивается этот декабрь месяц приходит своему завершению было много событий в твоей моей жизни в этом году много разных мыслей освобождайся мой друг входи в новый год новым чистым сердцем и да благословит тебе Господь халлилуйя поднимем голос в молитве поднимем голос в молитве